Мы с вами продолжаем напоминание себе, чем мы пытаемся заниматься. Мы пытаемся выяснить, что такое политическая философия. Для этого обращаемся к Сократу. Для этого обращаемся к самому началу. И видим в самом начале, как Сократ выступает против максимально успешного человека его времени. Из тех, кто делали, скажем, карьеру философов, против протогора. И видим, что это связано с выступлением философии против Перикла, против века Перикла. Мы знаем, что лишающее свойство века Перикла – это тот факт, что по названию это была демократия, а на самом деле правил один человек – Перикл. И здесь мы сталкиваемся с вами с классическим вопросом. Классическим в смысле, центральным для классической политической философии. Вопросом совпадения естественной и общественной иерархии. Перикл на своем месте или нет? То есть мы понимаем, что правителем Афины является Перикл. Он заслуживает? Он, естественно, там должен быть? Или он туда попал случайно, и он не заслуживает? Какой у нас ответ? Да, да, да. Ну, любовница. Она не жена, она любовница. Сам и себя внутри другое. Да, 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 да. То есть недовольство Периклом вызвано не недовольством Периклом, как человеком, а тем фактом, что он, находясь на вершине общественной иерархии, не находится на вершине естественной иерархии. Что не далек от этой вершины максимально. То есть он настолько далек, насколько это вообще может быть, потому что ему управляет женщина. Решающий момент, решающие люди, решающий вопрос. Да, то есть в решающий момент для решающим людям надо задавать решающий вопрос. Каков решающий вопрос? Уже пошли уже диалог. Каков решающий вопрос? Что такое добродетель? Задается ли этот вопрос в диалоге? Не задается. Нет, не задается. Ну, собираются. Это правда, но ведь диалог заканчивается чем? 360 Е, вот даже как. Страница 259 настоящая. Я спрашиваю обо всем этом, сказал я, только ради того, чтобы рассмотреть, как обстоит дело добродетелю и что такое добродетель. Я знаю, если это будет раскрыто, тогда всего лучше лестница и то, о чем каждый из нас держал свою длинную речь. Я когда утверждал, что добродетели нельзя научить, слышу, когда утверждал, что можно. Достаточно. В диалоге не поднимается вопрос о том, что такое добродетель. В диалоге поднимается вопрос о том, можно ли ей научить или нет. Но в конце диалога Сократ понимает или не понимает, это объявляет нам, что это логическая ошибка изучать свойства того, что мы не знаем, чем является. То есть давайте поговорим, есть ли у верблюда крылья, но мы не знаем, что такое верблюд. То есть давайте поговорим, можно ли обучать добродетели при условиях того, что мы не знаем, что это такое. То есть решающий вопрос о том, что такое добродетель, не задается в диалоге. На его месте стоит вопрос о чем? Можно ли ей научить? Да, да, да. Иными словами, есть ли только конвенции естественной иерархии? Можно ли сделать человека добродетельным? Такие люди, как Перикл, занимающие высокие должности, можно ли из них сделать хороших людей, тем самым подведя, если хотите, естественную иерархию на общественную? Возможно ли это? Этот вопрос обсуждается, повторюсь, в самый решающий момент, в присутствии самого великого на тот момент Софиста и в присутствии самой решающей молодежи Афинской. Обсуждается в качестве первого, который публично обсуждает Сократу. Не верьте Сократу, конечно. Не верьте Сократу на слово. Это же обобщение. То есть, смотрите, иногда какие-то части диалога Сократ обобщает. Мы до этого говорили вот об этом. Если вы ему верите, вы попались. Ну, на слово я имею в виду. Есть такие моменты, и мы даже обсудим один такой момент, когда можно и нужно будет верить на слово, но это редкость. Хорошо. Электронная страница 195. Я думаю, что можно начинать. Протогор. Протогор. Название диалога, классическое имя. Это имя Софиста. Все нормально. Но есть проблема. Проблема, которая не отражает наше издание. Об издании на ту же сейчас будет поговорить, но немножко попозже. Проблема, которая не отражает наше издание. В названии диалогов Платона есть подзаголовки. В чем проблема? Проблема в том, что мы не знаем, является ли традиция подзаголовков платоновской. То есть, это Платон поставил подзаголовок или не Платон. Поэтому обычно, или как в нашем издании, подзаголовок опущен. Однако, если вы откроете Аристотеля, то увидите, что некоторые из диалогов он дает с подзаголовками. А это значит, что если традиция и послеплатоновская, то она сразу послеплатоновская. Максимально близко к Платону. И опускать эту традицию мы не можем. Диалог называется протагор, софисты. На самом деле, последние списки говорят протагор, софисты, двоеточие, спор или расспрос с пристрастием. Не допрос, а именно расспрос с пристрастием. Почему диалог называется софисты? Он же не софистам посвящен. Казалось бы, смотрите, вы называете свою работу. Зачем вам нужно двоеточие подзаголовок, чтобы уточнить тематику? Да, да, да. То есть, смотрите, русская революция 1917 года двоеточие отношения между партиями. Или двоеточие террор. Или двоеточие подразвездка. То есть, широкая тема, узкая тема. Почему подзаголовок софисты? Потому что там, ну я могу, конечно, спросить, но в начале еще, когда Сократ пытается узнать у гиппократа, почему он туда идет, то есть, что ему могут дать софисты. То есть, то, чего они могут научить. Или они выясняют это. Нет, они изначально-то и приходят к протоколу, чтобы узнать, что за знания могут дать софисты. Ну то есть, вообще гиппократа этим не идет. Но он ведь не к софистам идет, верно? Ну, к протогору. Да, к конкретному софисту. Их же много. Тогда почему не назвать диалог софистика, чтобы понять, чем занимаются софисты все? Подведение к тому, что протогор – это один из наивыдающихся софистов. Да нет, все это знают, все это знают. И потом, зачем называть протогор софисты? Протогор выдающийся, он действительно выделяется на фоне гиппея и продика. София – мудрец, соответственно, мудрецы. Мудрецы, да, да, мудрецы. Но софисты уже в смысле платоновском. То есть, в смысле торговцы, торговцы знания. Противопоставление сохранить. А где здесь название и противопоставление? Как бы вы назвали, прочтя этот диалог, какой бы вы дали подзаголовок? Софист просто. Софист. Протогор – софист. Или софистика, да? Что-нибудь такое. Имеет место быть. Ну а какой предмет-то диалога? Диалог. Хорошо. Почему бы не назвать платона-добродетели? Сам какой диалог софисты припользуют? Нет, софисты. А, да. Да, их там трое. Смотрите, в противопоставлении кому обычно мы выдвигаем софистов? Это понятно. А в противопоставлении кому выдвигает платон софиста? Диалог софиста. Есть? Политик. Политик, да. Гажется в противопоставлении политику. У нас есть следующий диалог. Следующий за этим. Горгий. Горгий учит риторики. Но как мы только что с вами прочли. Давайте я прочту вам еще раз, если хотите. Это то, что мы должны с вами были прочесть, но я не прочел. Ксенофонт Анабасец 2.6.16. Роксен Биотинец с детских лет мечтал стать человеком, способным на великие дела. И ради этого за плату учился у Горгия из Леонтины. То есть у Риттера. У софиста Риттера. Вторая книга, получается. Вторая, вторая, да. А, не третья. Проведя с ним некоторое количество времени и уже считая себя способным начальствовать, а также вводить дружбу с лучшими людьми и не выступать им в умении платить добром за добро, он присоединился к предприятию Кира. Он надеялся таким образом прославиться, получить большое влияние и разбогатеть. Но было совершенно ясно, что, горячо стремясь к этому, он не станет добиваться своей цели недостойными средствами. Только при помощи справедливости и доблести хотел он получить все эти блага. А в противном случае готов был от всего отказаться. Запомните эту мысль. Он мог управлять честными и доблестными людьми, однако не умел внушать своим солдатам ни почтительности, ни страха. И совести велся своих подчиненных больше, чем те его. Он больше боялся заслужить ненависть солдат, чем те боялись не оказать ему повиновения. По его мнению, для того, чтобы быть и считаться начальником, достаточно было хвалить за хорошие дела и не хвалить за постыдные. Поэтому окружавшие его хорошие и доблестные солдаты любили его, а другие строили против него козни, как против человека, которого нетрудно провести. Он умер, когда им было около 30 лет. Горгий учит, что риторика и политика совпадают. Что слово и политика совпадают. Протагор учит иному. Протагор учит, что политика и слово, и дело совпадают. В этом смысле софистика оказывается стоящей выше риторики, но все равно стоящей ниже философии. Да, есть, помните, есть диалог софист, есть диалог политик, но нет диалога ритор. Точно так же, как нет диалога и философ. Хорошо. Выступление против лучшего из софистов. Это, естественно, выступление против всех софистов. Причина недовольства софистами всеми будет заключаться в причине недовольства одним протагонам. Чтобы понять, почему философия выступает против софистов, всех софистов, нужно понять, почему философия выступает против лучшего из софистов протагона. Чем недоволен Сократ? Именно в протагоне. Чем недоволен Сократ вообще, мы тоже поговорим. Сократ и его друг. Сократ и его друг. На самом деле это не друг никакой. Вы помните, да, в чем проблема? Нет, не политикация. Нет, 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 с друзьями. Вокруг Сократа вращается определенная группа людей. Критон, Критабул, Ксенофонт, Платон, Фросимах, Главкон, Критий, Алкивиат и так далее. Мы помним, что Сократ с любым из них может сделать все, что захочет. И мы также помним, что хороший человек помогает хорошим людям. Но в зависимости от того, насколько они хороши, он помогает им по-разному. Это значит, что у Сократа совершенно разные круги общения. То есть то, что Сократ говорит своим товарищам, это не то, что Сократ говорит своим ученикам. И не то, что Сократ говорит своим друзьям. И не то, что Сократ говорит своим знакомым. И так далее, и так далее, и так далее. Для того, чтобы четче это понять, нам нужно открыть воспоминания о Сократе, конечно же. Ксенофонт, меморобилия 1, 2, 56. Даже 58. Что ж там. По словам обвинителя, Сократ сейчас цитировал место из Гомера о том, что Одиссей, если царят не встречал или воина знатного рода, так перед ним, он его останавливал в короткую речью о многочтении. Тебе не пристало дрожать, словно лучше на место садить и других, усадить средь народа. Если ж кричавшего громко он мужа встречал из народа, скиптором его ударял и броню него грозную речью. Сядь злополучно и недвижно, и слушай, что скажут другие, те, кто мудрее тебя, ты же не возен к войне и бессилен, ты никогда ни во что не считался в полюне в совете. Эти стихи он толковал будто бы в том смысле, что поэт одобряет, когда бьют простолюдина и бедняков. На самом деле Сократ этого не говорил. В таком случае, думал он, и ему самому пришлось бы быть битым. Потому что он и простолюдин, и нищий. Он говорил, что ни словом не делаем, не приносящих пользы, не способных помочь в случае надобности ни войску, ни государству, ни самому народу, особенно если сверх того они еще и наглые, необходимо всячески обуздывать, как бы богатые они нижние. Да. Одиссей, с которым себя еще будет сравнивать Сократ с Татагорой, поэтому вот это к вашему, в Илязе называется многоумным. Именно поэтому к разным людям Одиссей обращается по-разному. Он не говорит всем одного и того же. Не говорит всем правды. Или, если хотите, всей правды. То же касается и Сократа. То, что слышит от Сократа его друг, настоящий друг в современном смысле, это не то, что слышит от Сократа его товарищ. Были ли у Сократа друзья? Если мы будем верить Ксенофон, то был всего один. Его звали Платон. Если верить Платону, надо очень сложно разобраться, кому именно. Кажется, что Критий. Но после Хармида становится понятно, что точно не Критий. Кажется, что Алкивиад. Но надо разбираться. Потому что после Пила становится понятно, что не Алкивиад. Ну, не совсем Алкивиад. Хорошо. Что же это за друг такой? Друг на самом деле зовут не друг, а Гетарус. Гетер. Гетер – это собрание граждан. Собрание граждан, пирующих вместе. Но это не просто собрание граждан, пирующих вместе. Что еще делают Гетер? Ну, представьте себе, мужчины, пирующие вместе. Что это за мужчины? Ну, скорее, все-таки это товарищи. Нет, это понятно. Товарищи в каком смысле-то? Суборники. Нет, товарищи в современном советском смысле практически. Это политические товарищи. Гетеры – это олигархические объединения, воюющие за власть в городе. Смотрите, нам нужно понять, на каком уровне находится этот товарищ. Мы поймем это из диалога, но мы также поймем это и из того факта, что он просто товарищ. Есть ли другой такой диалог, который бы тоже начинался соответствующим образом? То есть, нарративный диалог, приходящий в перформативный. А пир – нет? Нет. Пир – вы же помните, что там один человек рассказывает другому человеку то, что произошло 25 лет назад. И Сократ рассказывает то, что произошло только что другу. Только вот буквально. А? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Давайте я скажу вам, что это за диалог. Это Евтидем. Сократ прибегает к Критону и говорит, я только что такое услышал, ты не поверишь. Дай денег. Ты не поверишь – дай денег. Помните Критона? Вот Критон находится на уровне товарища. Критон – это богатый крестьянин, крайне недалекий, демократичный. Человек, которого Сократ… Помните, что Сократ говорит? Есть же целый диалог, посвященный Критону. Помните, что Сократ пытается привить Критону? Законопослушая. Почему? Потому что Критон пришел в камеру, подкупив стражника. И говорит, все уже куплены, пошли. И Сократ пытается объяснить, что демократия, конечно, так работает, но не надо так делать. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. В том смысле, что такие люди, как Критон, должны быть законопослушными, должны быть справедливыми в терминах государства. И умеренными. Так вот, наш товарищ и друг, он тоже, видимо, находится где-то на уровне Критона. И мы поймем вскоре, почему. Откуда ты, Сократ? Да, значит, откуда ты, Сократ? Не очень хороший перевод. Надо поговорить о переводе. Перевод во многом замечательный, но есть детали, которые перевод упускает. И мы будем пытаться их наверстывать. Так вот, мы начинаем сначала. Та фраза, которую произносит товарищ, в идеале звучала бы «ты словно из-под земли появился, Сократ». Да, ты как будто из ниоткуда пришел. Это неправильный перевод, но это хороший перевод в том смысле, что он обращает наше внимание на то, что он обращает наше внимание оригинал. Сократ появляется из-под земли. Сократ появляется откуда? Из-за Аида. Да. Сократ только что ходил в царство Аида. Мы увидим многочисленные отсылки к этому походу в самом диалоге. Но вы пока это запомните. Впрочем, и так ясно. С охотой за красотой Аида. Отлично. Сорс-Серибер? Нет, 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 нет. Еще нет. Сократ еще ничего не ответил. Смотрите, товарищ, он очень хорошо осведомлен о жизни личной Сократа. Товарищ знает что-то. А именно, что Сократ все время охотится за Алкевиадом. Подтверждение этой охоты мы находим в самом Алкевиаде Первом. И я хочу, чтобы вы открыли Алкевиаду Первого. И я открою Алкевиаду Первого. Это, собственно, потомские идеологии. Не наши две, а вот старые. И если я не ошибаюсь, настоящая станица 183, 110b. Даже 110а. А ведь я хорошо знаю, что ты тогда думал, будто тебе эти вещи ведомы. Как можешь ты быть в этом уверен? Да, в приватной беседе Сократ говорит Алкевиаду. Я знаю, что ты думаешь. И Алкевиад сходит с ума. Откуда ты знаешь, что я думаю? Я часто слышал твои речи, когда ты был мальчиком. В школе и в других местах, во время игры в бабки или во время прочих забав, ты не затруднялся вопросов справедливости и несправедливости. Но мнение о любом из мальчишек, что, мол, он мошенник и негодяй, и играет нечестно, разве я лгу? Что еще должен был я делать, Сократ, если кто-то меня надувал? С самого детства Сократ следит за Алкевиадом, когда тут еще ходит в школе и играет с другими детьми. Сократ охотится за Алкевиадом с самого детства. Мы обсудим еще, обсудим. Сейчас нам важен сам факт охоты. Более того, вы знаете, что эта охота заканчивается в пире, когда Алкевиад признается, что это на самом деле он охотился за Сократом все это время. Но у него ничего не получилось. До этого мы тоже, если я не ошибаюсь, зайдем сейчас к задам видео. Как так получилось, что Алкевиад начал охотиться за Сократом? Разве Сократ не попадает в зависимое положение охотиться? В смысле попадает в зависимое положение? Ну, а может быть, цель Сократа не является, чтобы Алкевиадом охотиться? Если это так, то это какой-то странный мазохизм, потому что охота – это безуспешно. Целиком и полностью. А пир – 213D. Даже 213C. О, Геракл, что же это такое? Это ты, Сократ. Да, это приходит на пир, пьяный Алкевиад уже подвыпеш, уже с флейтисткой. И вдруг… Заметьте, он не просто видит Сократа, это важно. Он видит Сократа, когда он уже сел. Потому что у него на голове венок, закрывающий ему лицо ленточками. Он не видит Сократа, когда садится рядом с цифрафоном. Ты устроил мне засаду идей. Правильно, Алкевиад говорит правду. Ты и здесь меня поджидаешь. А так хорошо, твоя привычка внезапно появляется там, где тебя не предполагаешь увидеть. Зачем ты явился на этот раз? И почему ты умудрился возлечь именно здесь? Не рядом с Ристофаном или с кем-нибудь другим, кто смешон или нарочно смешит, а рядом с самым красивым из всех собравшихся? Так как Алкевиад не видит Сократа, он садится рядом с Агафоном. Но именно там сидит Сократ. Получается Агафон, Сократ, между ними сливает Алкевиад. Сливает, оборачивается имени Сократа. Говорит, какой ужас. И дальше 219 Е. В каком я был, по-вашему, после этого расположения духа, если с одной стороны я чувствовал себя обиженным, а с другой восхищался характером, благоразумием, мужественным поведением этого человека, равного которому по силе ума и самобладания я никогда до сих пор не чаял встретить. Я не мог ни сердиться на него, ни отказаться от его общества, и способы привязать его к себе у меня не было. Ведь я же прекрасно знал, что подкупить его деньгами еще невозможнее, чем ранить Аякса мечом. А когда я пустил в ход то, на чем единственный надеялся поймать его, он ускользнул от меня. Я был беспомощен и растерян. Он покорил меня так, как никто никогда не покорил. Да, речь идет о той замечательной ночи, когда Алкивиат приглашает Сократа вместе поспать. Надеясь, что ему удастся его соблазнить, и выясняется, что этого не происходит. И Алкивиат в полной растерянности. То есть, чем заканчивается сократовская охота? Тем, что пьяный Алкивиат со слезами на глазах признается, я пытался тебя соблазнить, и не получилось. Охота Сократа максимально успешна. Сейчас для нас важно не то, что она успешна, а то, что товарищ об этом знает. То есть, товарищ в курсе личной жизни Сократа наиболее личный. Уж куда личнее, чем это, чем отношения с Алкивиатом. То есть, смотрите, как минимум, они знакомы лично с Сократом, чтобы товарищ мог такие вещи знать. Товарищ мог быть на пире. Это задолго до пире происходит. А товарищ уже все знает. Но тут возникает проблема. Заметьте, друг не просто знает, что Сократ охотится за Алкивиатом. Друг думает, что Сократ делает это все время. Он случайно видит его на улице. Говорит, ты из-под земли появился. Я знаю, откуда ты появился. Я знаю, чем ты только что занимался. Я знаю, что вы делали прошлым летом. И это удивительно. И это удивительно, потому что... Ну, сейчас давайте дальше, а потом увидим, почему. А мне, когда я видел его недавно, он показался уже мужчиной. Хоть и прекрасным, но все же мужчиной. Да, значит, тут появляется важное. Вот слово, которым говорит в оригинале товарищ, действительно мужчина. Мужчина, как и сейчас, так и тогда, является отличным от кого? От женщины. Хорошо. А еще от кого? От женщины. А? От ребенка. Сейчас, простите. От ребенка. Хорошо. То есть от женщины, от ребенка. А еще от кого? От другого. Нет, не другого. Ну, это понятно. Нет, нет, нет. А еще от кого? От женщины. Ну, от ребенка. Хорошо. От трафа. Давайте так, вы можете, обратившись к мужчине, вы можете назвать его мужчиной, а можете назвать его как-то иначе. Нет, 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 но в плане обращения простого. Нет, 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 более простого. Да, 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 в отличие от человека. Человек-англопос, это безликое нечто. У мужчины автоматически есть качество, как они есть у женщины и у ребенка. То есть вы понимаете, что человек – это облекающее в себя все понятия. И женщины, и дети, и мужчины все там, и старики даже, все там. Но когда речь идет о мужчине, речь идет о конкретных качествах мужчины. Это будет важно, почему? Потому что то, что не сделает для нас переводчик, мы вынуждены будем сделать сами. Протогор постоянно будет говорить, что он обучает мужчин, он не обучает людей. Это важно. Потому что даже среди лиц мужского пола не все попадают в категорию мужчин. Причем уже претензия. Ведь между нами, говоря, Сократ, у него уже и борода подувает. Да, то есть смотрите, мы понимаем кое-что о товарище. Товарищ работает или действует или думает в классическом понимании вещей. Он говорит, охота за мальчиками – это нормально, это в нашем стиле. Но только этот мальчик что-то составил в сухе. То есть если ты идешь от охоты за мальчиком, это уже не мальчик. И за этим наш замечательный товарищ дважды в одном фразе называет алкевиатом мужчиной. И наш переводчик, кстати, хорошо это отразил. Он показался мне уже мужчиной, хоть и прекрасным, но все же мужчиной. Не дело мужчины заниматься тем, чем занимаются мальчики. И уж тем более не дело стариков – охотиться за мужчинами. За мальчиками, пожалуйста, за мужчинами нет. Что же отвечает ему Сократ? И это важно, потому что это первая реакция Сократа. Так что же за этого? Разве ты не согласен с Гомером, который сказал, что самая приятная пара юности – это когда показывается первый пушок над губой, то самое теперь есть елки-виада. Да, елки-виада. Достаточно. Сократ вынужден отреагировать. Смотрите внимательно. Кто начинает диалог сразу? Друг, товарищ начинает диалог. То есть Сократ как бы вынужден отреагировать. Но реакция эта гораздо более глобальна, чем может показаться на первый взгляд. И мы увидим это потом. Но сейчас вы должны это запомнить. Что делает Сократ? Отсылает Гомеру. Отсылает Гомеру. Правильно. Откуда вы знаете? Согласен с Гомером. Да, да, да. Согласен с Гомером, да. Спасибо. А я думаю, что откуда вы знаете? Сноска же не стоит. Друг говорит. Ты, конечно, охотишься за мальчиками, как и все мы, только уже как бы нет. То есть ты нормальный, только уже не совсем. Потому что элки-виада уже не совсем мальчик. Сократ отвечает ему классическим стихом из Гомера. То есть как бы намекая, что Сократ все еще находится в рамках традиции. Что это за стих из Гомера? Это, собственно, два стиха из Гомера. Илиада 24. Песня 24, строка 348. Открывать ее не будем. Там впервые появляется некто, кто именно так и описан. Кто это? Разве ты не согласен с Гомером? Еще разочек, пожалуйста. Разве ты не согласен с Гомером, который сказал, что самая приятная пара юности, когда показывается перелку шокнут кубой, то самое, что теперь у Алки-виажа. В Илиаде так описан бог Гермес. Вы должны сразу вспоминать несколько вещей. Серьезных вещей. Какие? Почти. Конечно. Но для этого сначала вы должны вспомнить богом, чего Гермес является. Нет, это Гефест. Вино – это Дионис. Гермес быстрый, потому что он посланец богов, но он не бог посланий. Он бог демократов и воров. Именно поэтому повреждение статуи бога Гермеса, изваяние бога Гермеса, герн, становится антидемократическим преступлением. Только антидемократ может покуситься на бога демократов и воров. Есть также замечательный слух о том, что Алки-виад даже был натурщиком для статуи бога Гермеса. Именно по указанной причине. И, в частности, именно по этой причине уродовал эти статуи. Потому что это были не его статуи, хотя он выступал для них натурой. Но это десятое дело. Второй момент, где появляется такое же описание бога Гермеса. Когда Гермес обращается, угадайте струхоцкому. Давайте я скажу вам, откуда, и вы сразу поймете, кому из Одиссея. В честь его еще названа, да, в честь Одиссея. К Одиссею. Когда Гермес обращается к Одиссею. Это Одиссея 10, 275. Десятая песня, 275-я строка. Гермес в этот момент учит Одиссея, учит Одиссея, как спасти его товарищей Церцеи. Помните, что Церцея сделала с его товарищами? С товарищами Одиссея? Она обратила их в свиней. Гермес учит Одиссея, как лечить больных товарищей. Это единственное место во всем Гомере, где возникает слово природа, фюзис. Решающее место. И еще раз. Гермес учит Одиссея. Помните, что Сократ сравнивает себя Одиссеем и отсюда, и из ксенофонта. Как лечить больных товарищей. Больных. Одиссей излечит их от обращения в свиней. То есть, они не просто больные, они в свиней превратились. Они стали свиньями. Сократ будет лечить. Это важно. Это важно. Да. Платон отсылает нас к этой строчке. Сократ – это Одиссей, который лечит. Мы еще увидим, почему он будет лечить, и кого он будет лечить, и почему это лечение будет важным. Хорошо. Гермес учит Одиссея. Да, Гермес учит Одиссея. Сократ – Одиссей. Гермес – это Алкина. Да, потому что это же Сократа, если вы сейчас наоборот. Ага, 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 хорошо. Чему-то должен будет Алкивиат научить Сократа. Чему? Как лечить? Почему? Откуда вы знаете, что больной человек болен? Болен. Он так плохо выглядит. Плохо выглядит. Отлично, 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 отлично. Что значит плохо выглядит? Он плохо выглядит по сравнению с кем-то, со здоровым. Чтобы лечить больных, нужно знать, как выглядит здоровый. Алкивиат, помогающий Сократу лечить больных. А Алкивиат здоровый? Да, а все остальные, да. По крайней мере, такую версию мы выдвигаем сейчас. Потом станет понятно, что это не совсем такая версия. Почему? Потому что Гермес и Алкивиат, как вы понимаете, противопоставлены. Ну да, может, Гермес просто. Да, да, да. Бог демократов. Бог демократов. Алкивиат – кто угодно, но только не демократ. Правда, Гермес еще бог воров. И Алкивиат, и воровство – это близко. Вспоминайте замечательную царицу спартанскую, да, которую он украл у несчастного спартанского царя. Уагида же, правильно? Которую потребляет? Конечно, конечно. И называла его Алкивиат при всех. Так все и узнали, что она понесла от Алкивиата. Ну, это Пуртах, Алкивиат, откройте, почитайте. Как же теперь твои дела? От него ты идешь? И как расположен к тебе юноша? Ага, смотрите внимательно. Товарищ, услышав цитату из Гумера, называет Алкивиата юношей. Все, мы вернулись к точке А. Все, ты в рамках речи действуешь, Сократ. Сократ ставит товарища на место. Тот факт, что товарищ знает эту цитату из Гумера, ничего не говорит. Все приличные люди знают цитаты из Гумера. Потому что это и есть массовая культура. Всякий образованный человек знает Илиаду и Одиссей. Если он хорошо образовывал, он знает их наизусть. Что это массовая культура? Ну, как вам сказать? Я думаю, что если я вас попрошу, вы процитируете мне Гумера Симпсона. Но не потому, что вы заучивали, вы слишком молодые. Я процитирую вам Гумера Симпсона. Но не потому, что я заучивал. А потому, что это была массовая культура моего времени. Всякий уважающий себя ребенок, уважающий себя, конечно, в кавычках, естественно, знает цитату из Гумера. Друг останавливается, говорит, хорошо, я понял, что это все еще юноша. Потому что Гермес это всегда юноша, он не может быть мужчиной. Товарищ не отступается. Теперь он не уверен, идет ли Сократ от Олкевиада, но спрашивает, от него ты идешь. Хотя до этого четко ты от него идешь. Уверен, что с охоты за красотой Олкевиада. И друг, прошу прощения, товарищ, он спрашивает, как твои дела. Что же отвечает Сократ? Хорошо, по-моему, особенно сегодня. Ответ на какой вопрос? Как твои дела? Нет. Как расположен к тебе юноша? Да, Сократ не отвечает в том порядке, в каком вопросу задает товарищ. Сократ отвечает в своем порядке. Почему? Потому что последний вопрос, на который надо ответить в последнюю очередь, это вопрос... Да. Нет. Да. Это вопрос о личных отношениях с Олкевиадом. Сократ отводит внимание от Олкевиада, отвечая на этот вопрос первым. И, следовательно, последним, на какой вопрос? На какой вопрос? Как твои дела? Да. Он мне мало говорил, не очень мало пользуя, очень автомат. От него я сейчас и иду. Но я хочу сказать тебе невероятную вещь. Остановитесь. От него я сейчас и иду. Сократ мимоходом признается, это ответ на второй вопрос, что он только что пришел от Олкевиада. Только что пришел от Олкевиада. Это проблема, потому что мы должны открыть самый-самый конец этого диалога и посчитать, чем он заканчивается. Страница 260 электронная, 362а. А так надо сделать, раз я этого мнения сказал я. Ведь и мне давно пора идти, куда я ее собрал. Да, вы все пришли в диалог, вы знаете, в какой-то момент сократ говорит, что у меня дела, я должен уйти. Да, он остается. Теперь, когда диалог закончивается, он говорит, я иду туда, куда я собирался. Оставался здесь только в угоду красавцу Кали. Это мы потом обсудим. Сказав и выслушав это мы... Вот и снова претензии к переводу. Сказав и выслушав... Понятно, почему переводчик выбрал, мы разошлись, но это не так. Сказав и выслушав это мы ушли. Мы это кто? Ну, с Калеговой сделали. С кем? Ну, с Калеговой. С товарищем. Нет, товарищ, он отдельно. Мы ушли. Товарищ его только увидел. Гиппократ? Гиппократ. Нет, потому что Гиппократ исчезает из диалога на третьем слове, на третьей странице. От кого идет Сократ? От Алкивиада мы ушли. Мы это кто? Алкивиад и Сократ. Заметьте, какое дело у Сократа тогда? Какое это неотвожное дело, к которому все время хочет вернуться? Алкивиад. Но, опять же, это не просто Алкивиад. Это что с Алкивиадом? Ну, что Сократ собирается делать с Алкивиадом? Нет, нет, нет. Нет, на то, что он делает всегда. Что? Беседовать, конечно. Это дело, это болтовня. Болтовня, сказав и выслушав это, мы ушли. Поболтав, мы пошли поболтать. И возвращаемся к первой строчке. Я только что оттуда. И на следующей странице Сократ спросит, не хочешь послушать, что я тебе расскажу? Дело Сократа – это болтать. Он болтает без остановки. Начиная с утра, с ночи прошлого дня, когда к нему прибегает Алкивиад. Ну, прошу прощения, Гиппократ. К концу мы еще вернемся. Это очень важно. Но сейчас для нас с вами надо понять, что Сократ уходит из этого диалога с Алкивиадом. И в этот диалог он приходит от Алкивиада. Диалог закольцован. Когда вы заканчиваете его читать, мы должны вернуться назад и начать его читать. Потому что когда он заканчивается, он начинается. Хорошо. Но мы вернемся еще потом к Алкивиаду обязательно. Да, значит, какое свойство Алкивиада? Он говорил нынче в мою пользу и мне помог. И очень мне помог. К нему я сейчас иду. Но я хочу сказать тебе невероятную вещь. Его присутствие, я не обращал на него внимания. А частенько и просто забывал про него. Смотрите, остается последний третий вопрос. Как теперь твои дела? Сократ не отвечает на этот вопрос. Сократ говорит, что его отношение к Алкивиаду изменилось. Я скажу тебе невероятную вещь. В его присутствии я не обращал на него внимания, а частенько и просто забывал про него. Каков должен быть ответ на вопрос, как твои дела теперь? Как теперь твои дела? От кого Сократ идет? От Алкивиада. Он точно идет от Алкивиада. Как расположен к нему юноша? Отлично расположен. Как твои дела? Что это за дело такое? Охота. Как охота? Увенчалась успехом. Сократ не хочет отвечать на этот вопрос. Сократ уходит. Он говорит, не, 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 не. Я про Алкивиада даже забыл. Видите, цель Сократа отвезти собеседника от Алкивиада. Защитить Алкивиада. Прикрыть Алкивиада. Почему? Это решающий вопрос, до которого мы еще найдем. Какая же это такая огромная преграда могла стать? Неужели ты нашел в нашем городе кого-нибудь красивее, чем он? Товарищ понимает, как работает мужчина. Если ты не смотришь на красивого юношу, то причина только одна. Рядом сидит юноша покрасивее. Да, да, да. И именно это он и спрашивает. То есть, в планках мыслей товарища, ничто не могло отвлечь Сократа больше, чем более красивый юноша. Вы знаете? Может, ты нашел в нашем городе кого-нибудь красивее, чем он? И намного красивее. И намного красивее, говорит Сократ. Сократ поддерживает этот стереотип. Вы отвлекаетесь тогда, когда видите что-то более красивое. То есть, нечто более лучшее. Что ты говоришь, здешнего или чужого? Ага, значит, смотрите. До этого товарищ, говорит, нашел в нашем городе кого-нибудь красивее. В нашем городе, в Афинах. Он знает, что Сократ не покидает Афин. То есть, не где-то там нашел более красивого мужчину. Не в какой-нибудь Персии или Египте. А в нашем городе. Это важно почему? Потому что в апологии Сократ будет это приписывать в себе в качестве заслуги. Он никогда не покидает Афин. В Критоне он скажет Критону, нельзя покинуть родной город. Это позор. Но даже внутри нашего города бывают помимо своих еще и чужие. Так он свой или чужой? Чужого. Чужого. Откуда он? Абдерит. Абдерит. Ты встретил чужого странца. Ты встретил в нашем городе, ты встретил нашего или чужого? Чужого. То есть, Ксеноса. Откуда этот замечательный чужой? Из Абдерит. Сократ отвечает так. Потому что любой, кто близок к Сократу, и любой, кто близок к политической повестке того времени, к софистической повестке того времени, уже знает ответ. Кто этот человек? И для того красивый, по-твоему, этот чужой фильм? Смотрите, товарищ сомневается. То есть, есть алкевиат. Да. А есть, по-твоему, красивые люди. То есть, не может быть человека красивее алкевиата. Но если ты встретил такового, может быть, у тебя вкусы просто другие. А по-твоему, это чуждение, что он тебе показался? Показался, да. То есть, он не по-настоящему так. Не по-настоящему может быть красивее сына Клиния. Но показался тебе красивее сына Клиния. Даже прекраснее сына Клиния. Сократ. А почему бы, дорогой друг? Макайрос, недорогой друг, ну пусть будет дрожащий или благословенный. Наряду с клятвами в диалоге хорошо бы отмечать вот эти моменты. Здесь их не будет больше. Но часто в беседах с Критоном, в беседах с софистами Сократ переходит на уменьшительно ласкательные. И по-хорошему, мы с вами должны бы понять, какова причина этих переходов. Общаясь с кем, вы переходите на уменьшительно ласкательные? С чего там? Первый вариант, хорошо, но вы же не общаетесь с питомцем. С ребенком, да, да, да. С человеком, который явно ниже вас по уровню умственного развития. И вы говорите, ой, мой миленький, мой хорошенький мальчик, мой и так далее, и так далее, и так далее. Но есть еще вариант, да, когда я говорю, мальчик мой, вы понимаете, есть еще и третий вариант. Но мы его пока не обсуждаем. А почему бы, дражайший друг, тому, кто мудрее, не казаться и более прекрасным? Отлично. Сократ говорит, что... Что Сократ делает? Вот прямо на наших глазах, этой фразой. А по скроте он стремится? Нет, 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 нет. Но он обращается к товарищу, показывая нам, что товарищ недалек. Это десятое дело. Что объединяет Сократ? А, мудрость и красоту. Мудрость и красоту, конечно. Сократ говорит, мудрость и красота – это одно и то же. И снова будьте внимательны. На что мы в этом случае должны обращать внимание? На что мы в этом случае должны обращать внимание? Нет, 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 нет. Мудрый, лелкий, мальчик. Нет, 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 нет. Это все важные вопросы. Я имею в виду прямо сейчас в ходе диалога. Ровно на то, на что мы должны были обратить внимание в беседе с Миниксеном. На что? Прямо то, что тебе все знают. Как реагирует собеседник? Принимает ли собеседник отождествление красоты и мудрости? Потому что, очевидно, тогда уродливый Сократ, он еще не старый, но уже уродливый, да? Он тогда будет красавцем. То есть согласен ли его собеседник, согласен ли товарищ, что внешняя красота и внутренняя красота, внутренняя в кавычках, это одно и то же? И что же отвечает собеседник? Так, значит, ты пришел к нам сюда, Сократ, после встречи с каким-то мудрецом. Самое, что ни на есть мудрейше между нынешними мудрецами. Достаточно. Значит, ты пришел, первое, к нам сюда. Товарищ не один, товарищ с группой. Таким образом, Сократ общается не с одним человеком в приватной обстановке, Сократ общается в публичной обстановке. Два. У товарища нет никаких проблем с тем, чтобы объединить красоту и мудрость. Чуть-чуть, да. Можно считать, что Сократ его поймал на крючок таким образом. То есть, может, он ждал от него какого-то другого ответа, вернее, другого вопроса, действительно ли мудр, значит, красив. Сложно ответить на ваш вопрос, но слышишь, что все Платон напишал. То есть, мы знаем, что так оно и должно быть. Другое дело, что действительно, от кого бы мы утверждали вопроса, правда ли красота и мудрость совпадают? Каким должен был быть этот человек? Горосина, он приводил. Нет, нет, нет. Из комак вы хотите сказать, да? В принципе, близко, но я хочу, чтобы вы не нашли конкретное имя или конкретную категорию, а сказали мне, как этот человек бы относился к Сократу. Какое отношение человек, который бы задавал такие вопросы, имел с Сократом? Дорожественное. Если этот человек красиво-мудры, или нет? Нет, нет, нет. Сократ говорит, красота и есть мудрость. Какой человек начал бы сомневаться об этом и стал бы задавать вопросы? Красивый и глупый. Красивый и глупый? Я думаю, что глупый человек не стал бы задаваться вопросами. Мудрый? Мудрый? Близко, хорошо, хорошо. Ну, а мудрый бы не стал задаваться вопросом, потому что ему льстят, да? Это не проблема. Какой человек... По отношению к кругу общения Сократа, давайте еще лучше вопрос. Вот товарищ, который входит в круг общения, но не близкий круг, не имеет вообще никаких проблем? Может, близкий круг? Близкий круг к общению тем более не имеет никаких проблем, скорее всего, потому что они мудрые. Может, очень неплохо, потому что Алкивиат? Хорошо, но Алкивиат в данном случае по отношению к кругу общения Сократа, он кто? Ну, Завычий. Он в круге или нет? Нет. Диалог только начался. Он же круг или нет? Нет. Вот. Тот, кто еще не общался с Сократом, услышав такую фразу, должен был бы задаться вопросом. Это важно по одной простой причине. Какой человек задался бы таким вопросом именно в плане своего отношения к знанию? Нет. Наоборот, в другом плане. Максимально наивный и простой. Человек, который максимально далек от этого всего. Типа Критон? Критон в круге общения с Сократом, он уже испорчен. Иными словами, некоррумпированный. А эти, которые обвинители? Обвинители Сократа? Сложно сказать, может быть. Но один из обвинителей, как минимум, Милет, общается с Сократом. Поэтому? Не могу вам сказать. Смотрите внимательно. Первый человек, которого мы встречаем в диалоге, уже развращен. Посмотрите. Нет больше глупости, чем сказать, что мудрость и телесная красота – это одно и то же. Подумайте о примере. В настоящем примере. В вашем личном примере. В примере из вашей личной жизни. Красивый человек. При этом красота, которая бы обозначала мудрость. А вот в том-то и дело, что речь идет о телесной красоте. Телесная красота и мудрость не совпадают. Это не одно и то же. Здравомыслящий, здоровый, некоррумпированный, неразвращенный Сократической мыслью человек, естественно, понимает, что телесная красота и мудрость – это совершенно разные вещи. Абсолютно разные вещи. И опять же, пример из вашей личной жизни подойдет любой. В этом нет никаких сомнений. Анатолий Вуссурман. Он не моделин. Просто как мы считаем... Кто, проще? Анатолий Вуссурман. Он считается... Вуссурман, да, хорошо. И я двигаюсь в другом направлении. Просто да. Да, да, да. Если хотите, вспомните Ксенофонта. Я искал красивого и хорошего. Я подумал так. Надо пойти по красавцам, и среди них окажется хороший. Я пошелся по красавцам, ни одного из них хорошего я не нашел. Поэтому я пошел к хорошим. Может быть, красивый – это аллегория. То есть это метафли. Он не красивый в смысле красивый, он красивый в смысле красивый дешевый. А это не может быть акшемы красивого, который Кашков? Не-не-не-не-не, вы забегайте. Аристотель вообще не входит сюда. Аристотель отдельно. Да. А заказ же не может, сам не понимаешь, что это какие-то несовершенные годы. В том-то и дело. Друг развращен. Товарищ развращен. Но он чей товарищ-то? Забежим. Забежим. Забежим вперед. Гиппократ чего хочет? Разбежим. Нет, нет, подождите. Гиппократ чего хочет? Он хочет учиться у софиста. Гиппократ тоже развращен. Протагор чему учит? Мы узнаем это, но давайте я забегу вперед. Не буду говорить чему. Скажу только, что он тоже развращен и развращает. Все присутствующие развращены. Афины развращены. И Сократ пытается это исправить каким-то образом. Вспомните, Гермес объясняет Одиссею, как лечить его команду. Как из свиней снова сделать людей. Все тотально развращены. Вы как-то связаны с тем, что в следующем году после войны Афина все будет очень плохо? В следующем году после войны? Нет, в следующем году после этого диалога. Начнется война. Надо читать Фукидиды и понять, что причина войны другая. Тут это не обсуждается. То есть еще раз внимательно. Мы спрашиваем, как появляется сократовская философия. Как появляется философия вообще? И я забегаю вперед и говорю вам, философия появляется, как реакция на болезнь, на развращенность. Сократ видит, что что-то пошло не так. И предлагает свое решение. Это решение будет философия. Другое дело, что мы прямо сейчас, уже сейчас, видим проблему. Какую? Его решение – это что? Развращение. Его решение и есть развращение. Он предлагает решение, которое ведет к дальнейшему развращению. Нет, не в том смысле, а в том смысле, что лечить ядом. Вместо того, чтобы помогать, его решение, оно еще больше убивает их. И мы видим это на простом примере. Даже друг, как мы поймем сейчас, максимально далекий от софистики, от философии, уже наобщался с сократом настолько, что не видит разницы между телесной красотой и мудростью. И думает, что прекрасный человек – это вот этот вот уродец, который перед ним сидит и что-то ему говорит. Хотя очевидно, что это не так. Абсолютно очевидно, что это не так. Значит, ты пришел к нам сюда, Сократ, после встречи с каким-то мудрецом. Мудрецом, да. Самым, что именно есть, мудрец. Ага, самым, да, давайте. А между нынешним и мудрецами, если ты полагаешь, что всех мудрее теперь протоколит. Остановимся. Иронию чувствуете? Сейчас обсудим ее. Замечательный наш переводчик правильно переводит. С каким-то мудрецом. Друг даже не понимает, кто это может быть. Хотя только что Сократ назвал, откуда этот мудрец. Помните? Протогор. Смотрите. Горгий, Леонтийский, Продик, Киоский и так далее. Они никогда не даются по именам имя и город. Потому что иначе вы не опознаете человека. Город дает не отец, а город. Тут факт, что он пришел. Правильно? С какого города он пришел? Таких немного. И получается, что наш товарищ не знает близко никакого протокола из Абдерита. Не в курсе вообще ни о какой философии. Сократ отвечает ему с иронией. Если это самый красивый человек из присутствовавших, о мудрости есть красота, значит он самый мудрый. Но почему-то он говорит самому, что ни на есть, прошу. Еще разочек. Самому, что ни на есть мудрейшим между нынешними мудрецами, если ты полагаешь, что всех мудрей теперь протокол. Чувствуете иронию? Если ты полагаешь, что всех мудрей теперь протокол. То есть это самый мудрейший человек, если ты считаешь его самым мудрейшим. Сократ не говорит такого. Если Сократ такого не говорит, то почему только что, 10 строчек назад, он заявил нам, что нашел более красивого человека, что этот красивый человек отвлек его от Алкивиада, при этом соединив красоту и мудрость. Вернитесь назад, вы не двигаетесь вместе со мной. Сократ, да. Вы сказали, что такой красивый Алкивиад? Да. Еще раз, внимательно. С одной стороны, Сократ говорит товарищу, что мудрость – это красота. Но Тогор самый мудрящий, поэтому он самый красивый, поэтому он отвлекает Сократа от Алкивиада. С другой стороны, Сократ издевается, проявляет иронию и говорит, если только ты считаешь, что Тогор мудрейший. Ты, который вообще не слышал про Тогор и Замдерит, считаешь, что Тогор мудрейший. То есть не я, не Сократ. Но он же обратил внимание на него. Вот. Вопрос, кто обратил внимание на него? А он все вместе? Он как бы стоит вместе? Да, они все вместе. Мы же пошли. Еще раз. Сократ. Хорошо, по-моему, особенно сегодня. Он немало говорил ничем в мою пользу и очень мне помог. От него я сейчас и иду, но я хочу сказать тебе невероятную вещь. В его присутствии я не обращал на него внимания, а частенько и просто забывал про него. Сократ не говорит причину, по которой это происходило. Эту причину выдумывает друг. Прошу. Как же это такая огромная преграда могла стать между вами? Неужели ты нашел в нашем городе кого-нибудь красивее, чем он? Друг думает, что единственное, что может отвлечь от красоты алкевиада, это красота другого. И Сократ выдумывает этого другого. Объединяя мудрость и красоту. А затем заявляет, что этот человек самый мудрый, если только ты так думаешь сам. Иными словами, разговор о протаголе возникает как способ сделать что? Отличь. Отвлечь от охоты на алкевиада. Да, конечно. Уйти от этой важнейшей беседы. Беседы о том, чем занимается философ по отношению к Богу, по отношению к единственному здоровому. Здоровому в кавычках, как мы сейчас думаем человеку. Всегда квалифицируйте, как мы сейчас полагаем. Причем потом в конце диалога все же изменится. Что ты говоришь? Протагол у нас здесь уже третий день. Смотрите внимательно. Товарищ не может объединить мудрость и обделит. Не может объединить протагола и обделит. Не может объединить протагола и софиста. Но когда сократимо объясняют, что это тот самый протагол, о котором ты когда-то слышал, друг говорит, что ты говоришь? Протагол у нас здесь. Он не знает, что протагол приехал в Афину. Это второй визит протагола в Афине. Это не сятое дело. Он не знает, что протокол приехал в Афину. Товарищ настолько далек от софистики и философии, насколько это вообще возможно. Сократ, как вы знаете, на какой день узнал, что протокол приехал в Афину? Скорее. На первый Гиппократ на какой узнал день? На второй. А друг узнает от Сократа на третий. Видите иерархию? Максимально близок к философии, относительно близок и вообще далек. Но даже этот вообще далек, уже развращен. Потому что он обменяет мудрость и красоту. И ты только что беседовал с ним. Волю наговорился и наслушался. Так что же ты не расскажешь нам об этой беседе, если ничего тебе не мешает? Смотрите, Сократ честно признается, сначала он наговорился, а потом наслушался. Так что же ты не расскажешь нам об этой беседе? Да, еще раз. Снова возникает это мы. Ты пришел к нам, ты расскажешь нам об этой беседе. Беседа, плохой перевод. Сюнесой буквально значит быть вместе. Сейчас эквилибристика прекрасного лингвизма. Быть вместе быстро становится, чем на ваш взгляд. Не просто в обществе находится. Нет, да ладно. Да, спать вместе. Спать вместе быстро становится лекцией. Потому что кто спит вместе? Алкирят и Сократ. Мужчина и мальчик. Помните пил, да? Настоящая любовь – это любовь, как мужчина воспитывает мальчика. Потихонечку. Это и становится лекцией. В данном случае беседа. Ты вернулся буквально из совместного бытия с протоколом. Да, конечно. Вначале вы говорили, что товарищ начнется, то есть он вынуждает Сократу. Да, да, да. А сейчас товарищ говорит, что Сократ сам пришел. Ты пришел к нам сюда, да? В этом смысле. Да. Вы задаете хороший вопрос. То есть не шел ли Сократ туда намеренно? В это самое место. Да, да, да. Хороший вопрос. Но опять же, он мог идти туда намеренно, но диалог мог не поучиться. То есть смотрите, он идет туда, допустим, он идет туда намеренно, но диалог начинается с того, что товарищ открывает страшную правду. Откуда ты идешь? Сократ начинает сдвигать эту страшную правду подальше в долгий ящик. И говорит, не-не-не-не, я иду не оттуда, откуда ты думаешь, я иду от протокола. У нас там была отличная беседа. И на этом все, да, ну совместное бытие. И на этом все должно закончиться. Потому что друг, вот этот вопрос друга, товарища, прошу прощения, вот этот вопрос товарища, это вопрос вежливости. Скажи, как там твои дела, да? Скажи, как ты там... Сейчас, подождите. Ну да, 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 да. Еще раз. Что же? Так что же? Ты не расскажешь нам об этой беседе, если ничего тебе не мешает. Есть кого тут, если вели судьи встать и дать тебе место. Расскажу с большой охотой. Еще буду благодарен, если вы меня выслушаете. Ви мы тебе, если расскажешь. Достаточно. И происходит страшное. А, нет, дочитайте, дочитайте. Так пусть благодарность будет обоюдной. И так слушайте. Да, достаточно. Что происходит? Как твои дела? А вот так. А расскажи. Да, то есть вопрос любезности. Сейчас я все расскажу. И еще буду благодарен за то, что вы послушаете. И все, идут, попадают. И мы тебе, если расскажешь. Сократ навязывает им эту беседу. Но уже не одному, а им всем навязывает эту беседу. То есть смотрите, как бы он туда идет, в это некое место, где собрались некие люди, товарищи. Один из товарищей его задевает. И Сократ мстит. Ведь сейчас вы все услышите. И начинает на три часа этот замечательный рассказ. Он только что пришел с болтовни. Как мы знаем. Пришел с болтовни? Нет, смотрите. Которая началась с болтовни. Которая началась с болтовни. И сейчас еще будет немножко болтовни. Вообще, когда есть успех. Важно другое. А он же сейчас, получается, Сократ будет долго-долго рассказывать. Да, конечно. Так это весь пересказ. Да, да, да. В какой-то степени он не пытается в будущее вводить себя вопросом. Типа не спрашивать. А, чем я занимаюсь, да? Да. Ну, ладно. По отношению, может быть, к товарищам. Да, то есть отвадить их от таких вопросов. Это хороший ответ. Но вы же понимаете, что этот диалог обращен еще и к нам. И мы не товарищи. Если мы не коррумпированы, не развращены, мы, конечно, не соединяем красоту и мудрость. Ни в коем случае. Как тогда смотреть в зеркало? И поэтому, на самом деле, это для нас. И этот диалог в диалоге, он для нас. Он нам поможет. Обязательно поможет. Потому что Сократ может делать ремарки. И будет делать ремарки. Но пока мы возвращаемся, если нет большого, нет большого, пока мы возвращаемся обратно. Садись-ка вот тут, вели слуги встать и дать тебе место. Конечно же, наш прекрасный перевод. У вас тоже хороший, толерантный, политкорректный перевод. Вели рабу встать. Сократ занимает в этой беседе место раба. Философия занимает в городе место раба. Но в городе, в смысле в политическом, именно поэтому это не друг. Это товарищ. Это политическое сообщество. Они думают, как взять власть в городе олигархическую сделать. Сократ занимает место раба для них. Есть ли еще один такой диалог, в котором они все вместе сидят? В котором люди вместе сидят, а Сократ занимает какое-то место? На свои речи, на суде, короче. На суде? Нет, они же не сидя это делают. Пир, конечно. Чье место занимает Сократ на пире? Я скажу вам, пир 213-д. Он садится рядом с агафоном, как мы уже говорили. И я напоминаю вам, кто под конец диалога встраивается в эту четкую цепочку. Таким образом, Сократ как бы садится подле алкивиада. Становится слугой алкивиада. До этого он прислуживал, они же двигают чашу по кругу. До этого он прислуживал агафону. Теперь он прислуживает алкивиаду. Но здесь и сейчас он занимает место раба. В чем плюс? Эта беседа, разыгрывающаяся перед нами, перриформативная беседа, имеет минусы. Минус очень простой. Нельзя солгать. То есть, эта беседа, разыгрывающаяся перед нами, разыгрывается так, как она разыгрывается. Других вариантов нет. У нарративной беседы, которая сейчас начнется, когда Сократ начнет рассказывать, как он там со всеми говорил, есть преимущество какое? Сократ может лгать, может пропускать ходы. Мы видим это и в протаголе, и во многих других диалогах, когда Сократ будет в том же государстве. Когда Сократ, например, будет говорить, Флосимах подтвердил это, хотя и с трудом. Или согласился, хотя и с трудом. Тем самым Сократ опускает моменты труда. То есть, моменты, когда Флосимах говорил, вот аргумент, вот аргумент, вот аргумент, разбивайте. Более того, у Сократа полная возможность сейчас солгать, когда он расскажет им, как все дело было на самом деле в кавычках. И мы должны понимать, что какие-то моменты надо будет видеть, где Сократ лжет. Наконец, самое важное, этот рассказ происходит после чего? После того, как они с Сократиадом вместе ушли из протокола. То есть, смотрите, день Сократа идет так. Ночью к нему прибегает Гиппократ. Ранним утром, да, будем считать, не поздней ночью, а ранним утром. Они болтают. Они идут к протоколу. Пока идут, они болтают. Помните, их еще привратник не хочет пускать, потому что они болтают. Они приходят к протоколу, они болтают. Сократ уходит с Алкевиадом вместе, скорее всего. Они болтают. Сократ приходит сюда, они болтают. И главное, Сократ не просто болтает, Сократ пересказывает им разговор, который был после двух разговоров до этого. Что это говорит вам о памяти Сократа? У Сократа отличная память. Я говорю это, потому что в самом диалоге, как вы помните, Сократ заставит протоколе не произносить длинные речи, потому что у Сократа плохая память. Угадайте, кто скажет, Сократ врет? Алкевиад скажет, Сократ врет. Мы все знаем, что у него отличная память. Но все равно протокол будет добрым. Хорошо, я хочу напомнить вам о мини-Ксении. Помните, что говорит в мини-Ксении Сократ? Страница 99. 236. Б. Конец. Ты мог бы вспомнить, что говорила Аспазия. А Сократ, если не ошибаюсь, да, ведь я учился у нее, и вполне могу заслужить от нее побои, если бы проявил забывчивость. Аспазия научила и Сократа. Ну, как длинной памяти. То есть Сократ точно все помнит. Все помнит, и потому способен все рассказывать. Но тот факт, что он все помнит, автоматически делает возможным все изменения, какие он только хочет допустить в диалоге. Я думаю, на этом мы с вами и сейчас остановимся, если у вас нет вопросов. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова